В Приисковом отремонтируют школу и медпункт, построят пожарную часть, а также введут спасательный пункт. Такие планы строит правительство, озаботившееся развитием самого отдаленного села Орджоникидзовского района. Только за этот год там построено 7 новых гостиниц, и этот туристический бум необходимо поддержать, считают власти. Десятки тысяч туристов со всей страны приезжают покататься в самый северный поселок Хакаси. И благодаря этому Приисковая может зажить новой жизнью. Правительство составляет целую программу, в которой учло все, что нужно для реального улучшения качества жизни в этом селе. Прежде всего речь идет о социальной сфере. Необходимо отремонтировать школу и медпункт, улучшить лекарственное обеспечение и решить вопрос с врачом. Сейчас своего доктора в Приисковом нет, только приезжий. Но работают здесь две медицинские сестры, и раз в неделю приезжает врач. Ставьте вопрос, нужно жилье. То есть мы будем просить главу, чтобы он нам решил вопрос жилья. Жилье нужно хорошее, чтобы приехал доктор, доктора мы найдем. Качество медобслуживания важно и потому, что от него зависит безопасность туристов. А сейчас в Приисковом даже нет своего автомобиля скорой помощи. Виктор Зимин поручил решить вопрос с приобретением реанимобиля. Что касается инфраструктуры, то власти намерены заняться ремонтом электросетей, а также строительством очистных сооружений. Сейчас же стоки септиков, гостиниц и турбаз могут попадать прямо в реку. Пишите очистным быть. Ставим задачу, реальная задача, проектирование, строительство, эксплуатацию, я думаю, 2019 год. Для безопасности туристов власти также решили вопрос со спасателями. Завтра шесть специалистов выезжают в Приисковое для круглосуточного дежурства. А с 1 декабря там наконец появится и участковый полицейский. Помимо этого в селе будет создана пожарная часть. Средства на свои смелые проекты правительство надеется получить за счет федеральных программ. Осталось добыть деньги, а это самая трудоемкая часть работы по возрождению поселка. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин, Вестихокассия.